Всем привет! Вы смотрите мой новый небольшой видеоурок по созданию иконки бутылочки в изометрии. В этот раз рассмотрим пайплайн через 3D-болванку. Вместо нудного черчения и простройки всех овалов мы просто замоделим себе подмалевок 3D ZBrush. Вообще хотелось бы сказать, что не стоит быть староверами и рисовать все вручную. 3D-болванки это круто, это упрощает и облегчает жизнь. Многие вещи делать удобнее и не обязательно быть крутым 3D-шником, чтобы делать болванки под обрисовку. Урок будет достаточно небольшой, просто рассмотрим основные принципы и софт, который используется. И приступаем к созданию 3D-болванки. 3D-болванку я делаю в данном случае ZBrush. Также это может быть SketchUp, но в принципе разница небольшая, потому что все равно мы это будем обрисовывать. Как мы видим, сначала я делаю общие формы на низком уровне детализации. Лучше сразу не переходить к высокому уровню, начать на низком. Основные формы наметить именно там, потом перейти к более высокому уровню детализации. Так моделька будет чуть аккуратнее, чуть быстрее это будет все сделано. Хотя аккуратность модели, конечно, нам не важна, и в итоге мы увидим, что моделька у нас будет достаточно драфтовая. Нам главное сейчас скорость. Вот, мы перешли к более высокому уровню и опять же намечаем те формы, которые нам не хочется строить. Главное здесь помнить о том, что это все равно будет обрисовываться, не гнаться за аккуратностью. Главное, что нам не придется это все чертить. Поэтому здесь это очень быстрая и не очень аккуратная болванка. Я пользуюсь в основном инструментами деформации в Zed Brush, ну и стандартным пакетом кистей. Для такого простого объекта большего и не требуется. Ну и, собственно, это все. Дальше переходим к рендеру самой модельки. Экспортируем из Zed Brush в формате Ops в KeyShot. В плане KeyShot я не стала рассматривать рендер, просто потому что рендер самый простой. Главное, чтобы было видно все элементы. Выбираем самый простой, стандартный материал. Единственное, подбираем степень глянца, чтобы было видно, опять же, элементы. Потому что если выбрать матовый материал, то некоторые элементы могут залипать друг в друга из-за недостаточного освещения и так далее. То есть просто быстро рендерим. И дальше переходим в Photoshop и накладываем основные цвета через режим Color. После этого делаем какую-то небольшую коррекцию через режим Overlay. Накладываем освещение, подправляем какие-то элементы, которые нам не нравятся в 3D. Здесь хотелось бы сказать, что, конечно, 3D дает нам правильные формы, но не всегда они идеально смотрятся в том ракурсе, который мы выбрали. И если мы сделали 3D-болванку, это не значит, что мы не можем теперь ее как-то чуть-чуть подвинуть, подкрасить, где-то что-то сдвинуть в другое место. Главное, чтобы было красиво и не надо 3D принимать прямо теперь за неоспоримую истину. 3D это дало нам основу, но это не значит, что мы не можем теперь ничего в ней менять. Ну и, собственно, дальше идет стандартный процесс рендера. В принципе, он ничем не отличается от прорисовки какого-то ЧБ скетча, например. То есть самый главный плюс в 3D в том, что мы сэкономили время на построение. Ну и сэкономили себе время на переделках, на поправках, овалах и так далее. Д�-болевым. Затем концеп University Шеркла Для большей цветовой вариативности и для поддержки казуальной стилистики мы вмешиваем различные оттенки в тени и рефлексы. Главный принцип такой карамельности – это отсутствие серых тонов. То есть тень мы рисуем не черным цветом, не серым и не малонасыщенным, а тени достаточно у нас насыщенные и видим, что через тень пробивается оттенок фиолетового цвета. Также я подправила немного ширину золотых элементов, несмотря на то, что это было заложено через 3D. Мне показалось, что в данном ракурсе есть некоторая несостыковка. Дальше просто полируем бесконечно. Опять же, меняем днищие бутылочки. Накладываем дополнительную коррекцию через оверлей. Оверлей на самом деле для казуальной яркой стилистики вообще очень полезен. Повышает насыщенность, повышает яркость и опять же дает такой эффект карамельности нашим объектам. Пол времени в сравнении с предыдущей бутылочкой получилось меньше, где-то на полчаса. Но тут нужно понимать, что бесконечно сжимать время не получится, даже с помощью читов, с помощью 3D, потому что физически все равно вам нужно время на движение мышкой, на движение руками. И при рисовании таких простых объектов, именно выигрыш во времени, он не такой большой, не такой ощутимый. Но когда у нас иллюстрации, когда у нас какие-то крупные объекты, то там это время становится уже более заметным, эта разница. Ну и делаем просто небольшое оформление. И на этом все. Вот такая бутылочка у нас получилась. Время рисования около полутора часов. Надеюсь, вам понравился мой видеоурок. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Поддерживаю любую активность. И всем пока! Пока!